Привет всем! Вы на канале Велари Лайф. Сегодняшнее видео о том, как избавиться от лишнего веса. В этом видео я хочу поделиться с вами рекомендациями от канадских диетологов, которые я нашла вот в такой малюсенькой брошюрке, которую я взяла у нас в аптеке. Распространяются они бесплатно. Брошюрка на двух языках. Здесь есть довольно-таки известные правила, но есть и кое-что интересное. Так что всем, кому интересно, что же нам советуют канадские диетологи, оставайтесь смотреть. С чего же нам предлагают начать? Нам предлагают начать с того, чтобы рассчитать именно свое количество калорий, которые мы должны потреблять каждый день. То есть это нестандартная программа 1200 калорий. Кто-то может держаться на диете 1200 калорий, для кого-то это очень и очень тяжело. Для того, чтобы рассчитать свое количество калорий, необходимо знать свой возраст, свой вес и свой рост. Формулу, как рассчитать количество калорий, я оставляю здесь внизу в описаниях, чтобы не загружать видео и не вводить вас в заблуждение. Вы хорошо это все посмотрите и разберетесь. Рассчитать очень и очень легко. Так вот, когда вы рассчитали то количество калорий, которое вам необходимо, согласно вашему росту, возрасту и весу, и если вы хотите скидывать лишний вес, от этой цифры нужно отнять 500 калорий. Например, в моем случае это 1800 калорий, согласно моему росту, возрасту и весу. Отнимаем 500 калорий и получается, что я должна потреблять 1300 калорий каждый день. Если я буду придерживаться этого количества калорий ежедневно, я в неделю должна примерно терять 500 граммов. Это прекрасно! Девочки, 500 калорий это всего лишь кусочек тортика или две булочки, или небольшая жменька орехов. То есть 500 калорий это не огромная тарелка какой-то еды. Это может быть, конечно, огромная тарелка салата, но для того, чтобы вычесть 500 калорий, нужно просто отказаться от какого-то бутербродика или от какой-то булочки. Если у вас нет весов, или если вам просто-напросто лень высчитывать, сколько калорий вы потребляете ежедневно, то для этого финны придумали очень простое правило, правило тарелки. Что это значит? Это значит, что берется тарелка диаметром 20-25 сантиметров. Не огромная, а небольшая тарелка, которая делится сначала пополам. Одна половина загружается овощами и фруктами, вторая половина делится еще раз пополам. И вот в одной четвертой должны быть белки, а в другой одной четвертой должны быть сложные углеводы. Сложные углеводы это всевозможные каши, крупы каши, а белки это мясо, рыба, бобовые. Сыр, наверное, еще. Ну вот по поводу сыра, он же жирный, тут я... не слушайте меня. Очень важно приучить себя кушать медленно и сидя. Я, например, очень часто ем на бегу. Поставила тарелку, что-то делаю, раз ложку, два ложку. Это неправильно. Сели, расслабились и спокойно покушали. Обязательно, обязательно нужно пить воду. Как минимум полтора литра. Как минимум полтора литра. Что же делаю я? У меня есть приложение, которое мне постоянно напоминает о том, что ты не попила воду, ты не попила воду, ты не попила... Это так, извините, задал бывает, что я все-таки пью эту воду, и я привыкаю к тому, что я ее пью, и мой организм привыкает к тому, что ему нужна вода, и поэтому я уже ежедневно пью полтора литра железда. В эти полтора литра воды, воды не входит ни чай, ни кофе, ну, не, конечно же, соки. Еще очень важно, и то, что мне помогает, это также приложение по расчету калорий. Как я уже сказала, если вам лень считать ваши калории, то пользуйтесь правилом тарелки. Если вы все-таки более дотошные, как я, то скачайте в свой телефон любое приложение. Я не буду сейчас вам рекомендовать какое определенное приложение. Девчонки, вот любое приложение, это очень удобно. Когда вы первую неделю начинаете все считать и высчитывать четко и укладываться в свои, ну, например, 1300 калорий, на вторую неделю вы уже просто визуально знаете, как должна выглядеть ваша тарелка, ваша порция. Еще очень-очень важно отказаться от больших тарелок. Кушать нужно, вот чем меньше тарелка, тем лучше. Если вы кушаете суп с какой-нибудь мисочки, то найдите тарелочку в половину меньше. Также я, например, обожаю вторые блюда есть на огромной тарелке, куда можно навалить много салата, положить кусок мяса и, может быть, даже еще какой-нибудь гарнир. Я отказалась от большой тарелки, как бы это удобно для меня не было, и перешла на обычные тарелочки диаметром, как я уже сказала, 20-25 сантиметров. Канадские диетологи советуют. Я, например, этого не знала. Если вы очень и очень голодны, и вы сейчас собираетесь покушать, перед тем, как покушать, съешьте одно яблоко или тарелку зеленого салата. Что это вам даст? Во-первых, вы погасите свое чувство голода, и уже основной еды вы съедите намного меньше, чем если бы вы, будучи голодной, навалились на весь объем этой еды. То есть перед тем, как покушать, можно съесть яблоко или тарелку салата. Конечно же, конечно же, в этой брошюре пишется о том, что нужно уменьшать количество потребляемого сахара. Ну, например, чай без сахара для меня это очень легко, а вот кофе без сахара для меня это было довольно-таки сложно. Как же выкрутилась я? Я пью кофе просто с молоком. Я пью кофе, добавляя маленькую ложечку кокосового масла. Это обалденно вкусно. Мало того, что в кофе появляется новый аромат кокоса, и вам уже не хочется сахара. Также можно добавить небольшую ложечку какао, но не сладкого какао, чистого какао. Кофе становится более мягкий, более ароматный, и уже не хочется сахара. Также в этой брошюре пишется о том, что нужно отказаться от белого хлеба и перейти на хлеб из грубого помола, отказаться от алкоголя. Ну, я себя алкоголичкой назвать не могу, но каждую пятницу и в субботу бокал вина, а может и два, я все равно пью. Поэтому это, девчонки, уже на ваше усмотрение. Еще в этой книге рекомендуется заправлять салаты не маслом, и уж, конечно, не майонезом, а йогуртом. Вы знаете, я давно перешла на заправку, на йогуртовую заправку, и мне так кажется, что как-то даже сытнее этот салат, из-за того, что может быть молочная заправка. Так что, девчонки, отказываемся и от масла. Ну, про майонез вообще забываем. Переходим на йогуртную заправку. Ну, и, конечно же, никуда не денешься без спорта. И я отлично понимаю, что найти время всегда сложно, а вообще-то лень. Но я выкрутилась из этой ситуации, я нашла для себя, открыла для себя табату. Что же это такое? Это интервальная тренировка, которая занимает всего лишь 4 минуты. Как же это выглядит? 10 секунд отдыхаешь, 20 секунд ты делаешь интенсивно любое упражнение. Что же делаю я? Я делаю 20 секунд интенсивные приседания, то есть очень быстро. Я могу делать 20 секунд прыжки, 20 секунд интенсивное качание пресса. Все, что вам удобно. Если вы не можете прыгать, потому что у вас больные колени, например, качайте пресс. Девочки, 4 минуты интервальной тренировки в мокрое. На сегодняшний день я усложнила свою жизнь. Я делаю два подхода. Первый подход – это интенсивные упражнения, как я уже сказала, приседания, выпады, все что угодно. По настроению. А вторые 4 минуты, точнее, в моем случае уже 5 минут, потому что я увеличила работу на не 20 секунд, а 25 секунд, а вторые 5 минут я делаю планку. Девочки, вы увидите результат. Через 2 недели, поверьте, вы увидите результат. Ну, вот и все, мои дорогие. Сегодня я поделилась с вами советами от канадских диетологов. Очень многие советы реально работают, и не все так сложно, как кажется на первый взгляд. Если вы хотите избавиться от лишнего веса, работайте. По-другому, ну, по-другому он не уходит. Если вам было интересно, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь и до новых видео. Всем пока! Будьте здоровы, красивы! А самое главное, улыбайтесь!